География участников пресс-конференции вся Россия и многие страны зарубежья. Журналистам начинают выдавать бейджи с 8 утра. Операторы проносят в зал в общей сложности более 40 тонн видеоаппаратуры. Журналисты готовят яркие плакаты, чтобы обратить на себя внимание. Представитель Республики Югра Евгений Лебедько приехал с бубном шаманом. Более трех часов прямых ответов на прямые вопросы. Нынешняя пресс-конференция главы государства стала рекордной по числу участников. 1400 аккредитованных СМИ работали в зале. И более миллиарда человек могли стать свидетелями трансляции в сети интернет. Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит уже в 11-й раз. Один из первых вопросов, что будет с экономикой. Ответ в полушутливой форме. Президент вспоминает анекдот про черную и белую полосы. И хотя ситуация достаточно серьезная, все-таки положительные сдвиги налицо. Показатели стабилизировались. Рост, хотя и доля процента, но все-таки есть. И это несмотря на то, что в мире наблюдается обвал цен на нефть. Президент предложил задействовать резервный фонд. Суверенные фонды в целом сегодня находятся на вполне, не просто удовлетворительном, на хорошем уровне. 11,8% ВВП. Мы выполнили все свои социальные обязательства в текущем году. Фиксируем естественный прирост населения. Это очень хороший показатель. Говорит о настроении людей, о том, что у них есть возможность планировать развитие семьи. Президент ответил на вопросы о перспективах нефтяной и авиационной промышленности. Также прозвучал вопрос о введении платы с дальнобойщиков по системе Платон. Все сборы идут в Дорожный фонд России. В автомобильной отрасли налоги платят, отчасти только платят за инфраструктуру, если так можно сказать, через акциз на бензин. Но только отчасти. А в других отраслях полноценные уплаты за инфраструктуру. Это привело к тому, что часть грузов, скажем, с реки, с моря и с железной дороги начала перекочевывать на автомобильные дороги. Возникло огромное количество грузовиков, которые негативно влияют на эту самую инфраструктуру. А транспортный налог все платят одинаково. Что легковушка, что грузовик 12 тонн и больше. Важным объектом для России станет космодром Восточный. По словам президента, срок завершения строительства весна 2016 года. Самара в реализации этого проекта сыграет ключевую роль. И ракета, и первый спутник производства 63 региона. На вопрос журналистов, изменится ли итоговая стоимость объектов, которые строятся к Чемпионату мира по футболу 2018 года, Владимир Путин ответил, что все проекты будут реализованы. Траты уже запланированы в бюджете. К тому же принципиальных изменений цен на строительство стадионов и создание инфраструктуры быть не должно. Олег Зверев, Алексей Золотенков, события.